Посылку с марихуаной, присланную из Таиланда, задержали сахалинские таможенники на почте в Южно-Сахалинске. Наркотики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Их заказал 25-летний горожанин через интернет. В сопроводительном письме было заявлено, что в отправлении товары для здоровья – сухофрукты, чай, сушеные грибы и крем для лица. Вместо всего этого таможенники нашли три вакуумных пакета в незаводской упаковке с высушенными частями растений. Содержимым оказалась марихуана весом 133 грамма. Заказчика задержали в почтовом отделении, когда он пришел за посылкой. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Проводится расследование. В Анивском районе две женщины пострадали в ДТП. Авария произошла на 13-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Хомск. 36-летний водитель, управляя автомобилем Сузуки и Скуда, на перекрестке не уступил дорогу автобусу ГАЗ, у которого было преимущество в движении. В результате пассажирки обоих транспортных средств получили телесные повреждения. Одно из них 37 лет, второй – 50. Еще одно ДТП произошло в Углегорске. 29-летняя женщина на Тойоте Лэнд Крузер выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Митсубиси Делика. Автолюбительница, управлявшая джипом, получила телесные повреждения. Акцию «Водитель внимания. Пешеходный переход» провели в областном центре. Сотрудники госавтоинспекции Южно-Сахалинска вместе с учениками Восточной гимназии останавливали автолюбителей и напоминали им о том, что у пешеходных переходов и учебных заведений следует снижать скорость. В данной акции мы хотели привлечь внимание водителей, чтобы при проезде пешеходных переходов всегда были внимательными, аккуратными и бдительными. Чтобы перед пешеходным переходом заблаговременно сбрасывали скоростной режим и соблюдали правила дорожного движения. Юные помощники инспектора выдавали водителям памятки по правилам дорожного движения и рисунки, которые они подготовили заранее. Юные помощники инспектора За кражу игровой консоли пойдет под суд жительница Южно-Сахалинска. Фокус с исчезновением новенькой приставки она провернула в одном из торговых центров. На упаковке стояло антикражное устройство, и 38-летняя дама решила эту проблему. Консоль гражданка переложила к себе в сумку, а в коробку оставила на стеллаже. Приставку ценой более 13,5 тысяч рублей женщина реализовала на 30% дешевле рыночной стоимости. Но эти игры с законом закончились не в пользу обвиняемой. Следователям удалось установить ее личность, и вскоре она окажется на скамье подсудимых. Дело о мошенничестве с самокатом расследует в Корсакове. Потерпевшая разместила объявление о его продаже в интернете. Спустя некоторое время ей написал подозреваемый, который хотел приобрести товар, но деньги пообещал отдать позже. Женщина согласилась, и фигурант забрал самокат. Затем хозяйка периодически напоминала о долге, но сначала злоумышленник не отвечал ей, а потом и вовсе заблокировал. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли гражданина, теперь он стал фигурантом уголовного дела. С 1 по 7 апреля текущего года чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 32 происшествия в том числе. Выезжали на 26 пожаров, из них 5 в жилом фоне, 19 в нежилом. На произошедших пожарах было эвакуировано 5 человек. Также подразделения привлекались на одно ДТП, на котором пострадало 2 человека. На водных объектах области происшествий не зарегистрировано. В отчетном периоде лавинная опасность прогнозировалась 5 раз. Самопроизвольных сходов лавин не зарегистрировано, принудительные спуски лавин не проводились. За прошедшую неделю зафиксировано 3 пепловых выброса на булкане Эбека. В Центре управления в кризисных ситуациях, Главное управление МЧС России по Сахалинской области, зарегистрированных туристических групп нет. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Деньги и бензин похитили у жителей Ахи. 15 тысяч рублей исчезли из салона его автомобиля, а топливо – из бака. В краже подозревают двух молодых людей. Возраст соучастников – 19 лет и 22 года. По версии следствия, в поисках наживы напарники проникли на стоянку. Один из них следил за обстановкой, а второй – дергал автомобили за ручки. В надежде найти незапертую дверь. И такая машина была обнаружена. Внутри лежала барсетка с деньгами. Тогда парни посчитали, что их криминальная миссия выполнена. И решили удалиться. А спустя несколько дней в их автомобиле закончился бензин. И товарищи решили заправиться на той же парковке. Оказалось, что доступ к ранее обчищенному транспорту все еще был свободен. В несколько заходов они слили с бака 60 литров топлива. Возбуждено два уголовных дела. Один фигурант арестован, второй – под подпиской о невыезде.